ребят всем салам всем большой братский такой бородатый салам и сегодня мы находимся в подмосковье город красногорск вот и сегодня мы находимся в таком чудесном месте который называется музей техники вадима задорожного до вадима николаевича задорожного да и вот человек денис здоров денис в общем если здорово лесу так у меня знает а я его не знал как полагается вообще вот denis предоставил нам возможность поснимать но вообще стал меняет как разрешение руководство музея естественно до через него он как бы как как это сказать куку курьер что не курьера как как это ну ты ж умный подгони там пару посреди вот все вижу я же говорю когда умный человек рядом место бы в команде намного легче есть кто может подсказать вот denis посредник между мной и руководителями этого музея и он предоставил они нам разрешили поснимать в общем в музее многие знают этот музей на жители именно этого города москвы в целом да там очень много людей самый частный музей кстати да коллекция частный лучше музей мира в принципе и вадим николаевич очень следить за этим музеем он трепетно относится мы поставим пополняется коллекции конечно очень как приятно когда вот такие блогеры обращать внимание ну я не контент донести людям потому что здесь экспонаты я честно тебе и до этого в телефоном наш в беседе здесь лично говорю что даже не подозревал о том что вот ну есть такие автомобили вот у нас в стране который я видел лично на картинках да там очень много автомобилей которые народ видит просто на картинке и мечтает просто воочию это увидеть я как человек который любит автомобили очень сильно любит классические автомобили не предполагал что есть вот такое здание куда можно приехать и посмотреть вот этого очень увидеть экземпляры которым нет цены допустим вот этот экземпляр это rolls-royce серебряный привидение но она у нас не серебряном виде да их всего лишь три автомобиля на планете земля была выпущена то есть в мире три автомобиля остался один ребят остался один всего лишь автомобиль то есть цену этого автомобиля конечно он имеет какую-то цену среди коллекционеров там там и так далее да и мы не знаем цену я допустим не знаю не я не денис не даже не догадываемся как у какая цена у этого автомобиля который остался в одном единственном экземпляре на всей планете земля пройдемся по музею здесь три этажа помимо того что здесь три этажа здесь еще очень много военной техники которая стоит на улице да и вкусной еды то есть здесь есть все абсолютно можно прийти с детьми там и я прям нас я прям настоятельно рекомендую приезжать сюда с детьми и посвящать их в это потому что здесь вы можете увидеть и отследить целую эпоху автомобилестрения вы можете проникнуться этим понимая с чего все начиналось с чего все начиналось и к чему все-таки мы приходим сейчас вниз потому что глядя на вот эти автомобили что можем помнить как нужно строить автомобили что у каждого у каждого и каждой марки было что-то индивидуально всего было в мире выпущено две штуки на одну из них во время войны упала бомба ну просто так взяла и короче приземлилась на крышу в итоге осталась вот эта машина тоже имеет историю здесь любовь подарки там жена любовь как всегда бабы как всегда бабы они и audi как всегда бабы они они блин я не понимаю почему вот настолько женщины они настолько вот ну любовь бабки бабы там и так далее ну да ну ну да базару не в хорхе на хорх ну кто не знает что такое хорх да это хорхе это до до audi это сейчас нынешние audi ну вот эти четыре да вот года четыре колечка вот автоюнио вот четыре колечка которые потом в итоге сейчас мы в современности уже как воспринимаем как компанию как ваг ваг образно грамм же это ваг это концерн ваг volkswagen audi group просто человек может сюда прийти и увидеть это воочию не просто посмотреть там на картинках по листа увидеть конечно прикоснуться вам не разрешаться как сказать серый кардинал все это мероприятие вот евгения камера евгения оператор пожалуйста ради бога всему этому мы обязаны владельцу основатель музея вадим николаевичу задорожному он с любовью подбирает каждый экспонат каждую частичку истории доводит до идеального состояния чтобы каждый прочувствовал всю эпоху и мог максимально в нее погрузиться а у вадима николаевича есть своя любимая машинка вот он любит все а вот детей нельзя любить какого-то ребенка больше нет как детей это понятно дети это все-таки понятно есть наверное у вадима николаевич какая-то одна машинка которая он любит вот больше всего вот ну что-то из всего чтобы было ближе его сердцу давайте посмотрим что это за машина мне просто очень сильно интересно прикоснуться к сожалению не вам не не нам никому здесь не разрешат потому что возможность даже посидеть в автомобиле прикоснуться потрогать оставить фотографии памятные есть такая а да мы сейчас обязательно воспользуемся этим покататься тоже возможно форт мобил этот мобил модель т т модель первая магнитола в автомобиле установлены именно форт мой модель т до 1 конвейерный автомобиль который выпустился компанией ford ну и понимаешь этой магнитоле еще даже будете в музыкант человек который будет музыканда мы понимаем что это как мы сейчас модно скажем это коллаборация между фордом и музыкальным аппаратом колеопа который мы собственно видим он играл как-то автоматически то есть выставляете перфокарту и аппарат издает музыку а также мы могли остановиться и соответственно музыка то есть это прародитель пионера то есть это прародители дэвбонсов там и так далее то есть люди которые любят музыку закачивает там огромное количество денег на в свой автомобиль вот пожалуйста с чего начиналась вот это первый магнитофон в истории автомобилестроения он играет он до сих пор мы его отреставрировали он играет из перфокарты и если вы обладаете музыкальным образованием просто обладает перфокарты это образно говоря нашла сейчас говорить это флешкарта да то есть флешка образно говоря флешка mercedes mercedes-benz 320 camriolet и нашалеть просто какие машины год годы выпуска 37 42 просто в каком состоянии эти машины ты понимаешь как у меня состояние дикси в общем с этой машины началась коллекция всего именно вот с этого автомобиля была найдена в степях не в степях конечно это кутрирует в деревне западной кузова кузов использовался для скота вот именно вот с этой машины использовали как якобы для лодки и вот вадим николаевич купил восстановилась то есть вот с этого вот автомобиля началось все что мы сейчас здесь видим это дикси кто не знает что такое дикси дикси прежде чем спрали в магазин продуктовый магазин сам ты продуктовый магазин прежде чем появилась бмв появилась как бы дикси мы потом перейдем покажем две очень интересные машинки то есть я понимаю вот это любимый автомобиль любимчик ну и пол получается ремень получается любимчик потому что это все дало до толчок для того чтобы появилась эти машины как сказать лично для меня здесь допустим нет машин который проходил мимо и она например мне не нравилось мы здесь нет таких автомобилей нет но по сути здесь каждый автомобиль вызывает какие-то определенные чувства но они все такие симпатии ну как симпатия то есть просто одна вызывать какие-то нашли поле там таки динамичную резки хочется как лагонда например ой блин я прям 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 просто вот это миссер шмидт и кто не знает это после военные годы как я понял да я правильно понимаю это послевоенные годы немцы после войны запрещали да и они делали вот такие машины называется миссер шмидт очень много они ждут самолеты более того что кузов машины это полностью копия самолета ну да 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 я понял то есть это абсолютная копия самолета даже кабина то есть кабина да там пилота точная копия да вообще супер в турбире было казалось на что маленький неуклюжен но это при этом боевые ну как фанаты истинный фанат отдать должное дамы например с тобой как евгений который тоже здесь очень много интересных автомобилей ну вот этот автомобиль просто меня в себя влюбил прямо до до лагонда в 12 машины сейчас концерн но кто кому принадлежит хозяин скажем так сан-мартин хотят возродить в память модель лагон потому что для своего 1938 года это в 12 с максимальной скоростью 200 километров в час эта машина имеет люк который не течет на удивление на удивление красный салон плюс ко всему красный такой ну прям как где ключи на месте вот прям видно что они все заводятся они все ездят то есть эта машина абсолютно в рабочем состоянии можете сейчас есть повернуть ключ и уехать там обижаешь отделение полиции доехать ну чтобы не заставлять за тобой вот не дай бог сейчас считается из премиум класс автомобилей но эти машины они как такового не имеют этого класса потому что это не класс делюкс класс наверное высшего общества те люди которые такие надменные своеобразные люди которые были ценители настолько ценители искусства скажем то есть это по-своему картины это по-своему картины которые сейчас не имеют в моем понимании тоже мы с тобой да да вопрос это и дела в 16 лифу кстати я перебил ребят прежде чем ну как бы мы расскажем об этом автомобиле хочется сразу я что на этот автомобиль отдельно я делал обзор вот он будет обзорный этот автомобиль вы сможете посмотреть сразу же не как сразу же сначала в следующей серии так скажем а может быть и наоборот не знаю но скорее всего в следующей серии потому что я так блять хочу вот спонсор моего сегодняшнего выпуска это надежные и лучшие в своем деле ребята one x всегда лучшие кефы и большая надежность эти ребята работают со многими футбольными командами и лигами и главным партнером является моя любимая команда fk барселона где ссылки спросите вы ссылки в верхнем комментарии а также перейдя по ссылке указав мой промокод ассата вы получите охуительный бонус в размере 100 долларов отдельно поблагодарить сергея моего близкого друга товарища то что он помогает делать вот эти обзоры то что помогает аналогично аналогично огромное большое присутствие здесь это благое дело потому что об этом мы должны знать многие это часть истории истории не только наша эта история как бы здесь представлены в первую очередь это автомобилестроение история автомобилестроения бородатый бородатый респект тебе огромное спасибо за то что ты мария вадимовна из дорожной потому что она как руководитель здесь всегда идет на уступки потому что еще раз говорю о таких моментах моментах я имею ввиду историю люди должны знать обязательно потому что это во-первых это позитивно во вторых новые дизайнеры которые собираются заниматься автомобилестроением это машиностроение я считаю что обращаясь к эпохе золотой как мы ее назвали что-то можно перенять можно что-то нужно перенять факкарта рео 917 год это просто ошалеть какие машины здесь просто я даже не слышал никогда таких лозер или лузер помимо автомобилей здесь очень много различные техники на улице здесь военная техника точно также авиатехники то есть самолеты там и так далее вертолеты подвешены они тоже у нас есть самолеты прям там невероятно красивые экспозиции опять же обращаюсь к любителям бмв заглянуть в историю да что откуда вот началась вообще бмв с чего пошла бмв ее истоки и истоки и начинались именно вот этих автомобилей которые называются дикси потом они уже стали бмв дикси да 2 вот с этих автомобилей началась история бмв и прям очень интересно вот с этого началась история бмв вот вот одна единственная одна единственная в своем роде неповторимая 326 даже нет данных то есть их было выпущено 1 2 3 мы не знаем но на заводе такой музей в музее нету в самом музее нету автомобиля можно его так сделаем можно вот так сделать можно раздули до ноздри да ну они чуть в другую сторону раздули если честно ну да это характерная черта бмв она всегда была была есть и будет одна единственная машина которая нету даже в музее бмв это многого стоит ребят когда ты притрагиваешься к автомобилю которые некоторые больше нету ее нету нигде ее нету ни у кого то есть и понимаешь что даже в музее бмв этого автомобиля нету и чего что стоит вот прикосновение к этому еще когда ты являешься поклонником марки поклонником бмв 328 бмв то есть абсолютно каждый автомобиль здесь заводится и невозможно да без колес я видел на там то хорхи тоже майбах майбах так тайп с это в правая рука гитлера адольфа гитлера вот это он ему подарил да насколько я понимаю купил сам пульман пульман лимузин то есть это мерседес майбах пульман значки майбаха да потому что гитлер не любил то есть восстановить тоже невозможно да этот автомобиль можно просто тоже надо будет делать заказ это надо будет делать не оригинальные детали конечно все возможно но суть в том что это в оригинальном а вот этот майбах подарили собственно и вибраун правильно это я не знаю девушка женщина любовница гитлера не знаю след в истории до его браун с информационной точки зрения по крайней мере знаю тайп с в и опять же это эта тачка именно я выбрал вот и она находится здесь музей у нас в россии я никогда не думал что будет возможность вот так прикоснуться к истории особенно к такой истории блин вот на которые еще ездили люди которые вот ну звучат и у всех на уме там ада там то есть даже просто это его браун это это очень волнительная сейчас вот она выиграла гонку 24 часа лимана да вот прям именно конкретно вот этот автомобиль до сих пор на ходу есть не ну выиграет она уже вряд ли чего выиграет коробка передач да вот она первая треть обалдеть выпущена 10 тысяч единиц вот конкретно вот этот автомобиль это автомобиль шейха присутствуют такие машинки как альфа ромео оленька тебе привет оля из канала soul many horses она очень сильно любит альфа ромео но я думаю что она здесь была может не было ольга если ты не была здесь да если ты не была здесь приезжай посмотри ты очень сильно любишь альфа ромео вот они здесь тоже присутствуют в таком ярко красном цвете да там вот 3 и вот самое самое интересное да вот ты как любительница альфа ромео нас на самом деле не то что уникальную я вам сказал что печальную историю достаточно чем она уникальна печаль это машина была сделана в одном экземпляре подарок гонщику джузеппе фарина в итоге разбился естественно насмерть ну и как вот ее реставрировали но то есть у нас можно пройти по проводе снять салон аккуратно просто то есть вот эта машина забрала жизнь у легендарного итальянского гонщика джузеппе фарина она именно под заказ делалось именно под него под него и для него компании альфа ромео и вот эта тачка забрала у него жизнь он трагический погиб да он это спортивная тачка вот ну по тем временам это спортивная тачка она в единственном экземпляре сделано специально для него под него и она забрала жизнь тоже вот это лаврентий берия по-моему на нем ездил да это здесь 115 на нем ездил лаврентий берия это бронированный здесь маль от сталина мы помните вот это вот детство до детства он такой москвич был у меня он лидер в парке помнишь лидер карт тоже мы гоняли на них для него такой диван я помню еще у кого-то из родственников был я помню у кого-то из родственников такой был диван в селе где-то помогу бабки у кого-то еще был такой диван еще лет десять назад я помню насколько это качественно да и не имеет сноса что уверен что каждый до сих пор от телевизора это все скорее всего работает работает и просто вот в исключительном состоянии и здесь сейчас очень многие увидят вспомнят свою молодость да там и так далее то есть здесь вот в этом интерьере я конечно не ничего своего не помню но когда спускаешься на нижний этаж можешь увидеть и своего детства вспомнить допустим как вот эти педальные детские автомобили у многих было и сейчас это просто вот ну просто очень греет душу потому что это твое детство это было настоящим это было на самом деле настоящим не не то что сейчас дает там китай там и так далее это все было настоящими это твое детство зил связная машина вот 115 это ельцина правильно на этой двигался ельцин за ним ездила связная тачка то есть могли же делать машины была же идея могли же делать тачки просто вот блин могли же вода брежнев же любитель был пока пока погонять да уже любитель был погонять вот эта тачка именно автомобиль принадлежал здесь так и написано автомобиль принадлежал брежневу купе купе и отрывать умели же делать машины умели блин уме почему сейчас не делают машины не умели это делать сейчас не умеют нет они умеют но не хотят не просто не хотят это форменное безобразие они не хотят вот с этого начинался русскоязычный youtube вот с этого начинался youtube советском союзе блогерская тачка они начинал двигаться давидыч академик воротников которые поднимали автоблогинг стране ажора начинал с двенашки до жора начинал с двенашки но и здесь нету и наверно сюда поставят тоже кинооператорский автомобиль сейчас если ты скажешь купи мне такую машину я тебя ударю серьезно если ты после сегодняшнего вечера скажешь что тебе надо купить такую машину а ты же волга вот волга и даже вот твою газ чайка вот вот это принимала парадную мне интересно вон там машина которая встречала гагарина зил 111 мошалить просто сколько здесь место очень здесь больше тысячи квадратных метров то есть в этом музее на и хочется походить еще даже даже больше пяти тысяч квадратных метров на то здесь три этажа здесь на улице выставлены еще еще военная техника очень ну очень более того здесь привезли шерман тогда мы смотрели если кто-то я раздаст брэйдом питом у на улице стоит до шерман которому башню оторвало вот он здесь стоит не ну понятно очень интересная сейчас на улице стоит и видно там его ранение там и так далее то есть ребят на самом деле очень интересный музей здесь выставлено очень много интересных вещей как авиатехника помещу военная техника автомобили сверху мотоциклы на первом этаже наша советская эпоха да там я обязательно еще появлюсь здесь обязательно здесь еще буду пусть меня простят руководители музей техники вадима дорожного но здесь это на нельзя назвать музей потому что люди привыкли слышать слов музей да и видеть в этом что-то когда я каждый раз сюда прихожу прихожу сюда часто как гость что очень люблю наблюдать за это талон в этой коллекции и здесь какая-то атмосфера от нас своя такая очень тихая спокойная томная да очень именно как бы не то что музей это не место это какая-то атмосфера такая день место отдыха я бы может быть даже так сказал что это на самом деле место отдыха где собрано вот огромное количество вот таких вот нашим который имеет именно историю именно историю они просто она была выпущена не ездили какие-то люди ли с ней что-то происходило или они присутствовали в каких-то мероприятиях и все это есть у человека из воображения это можно как-то начну представить вот идешь и каждую машину тебе родили кино так ну да 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 обязательно только на трезвую голову ну вот такой вот интересный вот ну больше не обзор а влог да больше больше наверно влог спасибо большое денис марат бородоколи все спасибо мы допишем вот такой вот интересный лог спасибо большое денису за то что у нас за то что у нас провел спасибо за то что рассказал и показал спасибо за то что пустили нас сюда поснимать да это очень интересно особенно когда ты дотрангиваешься до автомобилей который ты видел всего лишь на картинке на картинке журналов если ты интересуешься автомобилем если ты интересуешься классикой в любом ее проявлений, и чего стоит только вон тот автомобиль ДЛЕ, который прошел там, который не только прошел, а выиграл гонку 24 часа Алимана, это просто невероятно, когда ты понимаешь, что вот это выиграло то, что практически невозможно было выиграть, понимаете, и чтобы выиграть это надо очень много сил там, и отдать этому жизнь. С вами был Марат Борода-Колиев и канал Asato Channel. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, обязательно комментируйте, именно это видео, поднимите его в топ, чтобы люди, чтобы больше людей узнало о том, что существует вот такое место, куда можно прийти и на самом деле познать, почувствовать историю и прям проникнуться ей. Подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт Asato Channel Official. Ну и всем добра, ребята, всем пока!